Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембетов. Наверное, многим из вас знакома ситуация. Есть торговая стратегия, есть понимание, что и как делать, но прибыли нет или она нерегулярна. Итог, депозит дрейфует в минус. Дни сменяют недели, недели месяцы, а результата нет. В свое время, когда Микеланджело спрашивали, как вам удается создавать такие великолепные статуи, итальянский скульптор ответил, я беру камень и отсекаю все лишнее. Вот сегодня и поговорим о том, как отсечь лишнее, не повредив ценное, так, чтобы прибыль стала регулярной. Для улучшения действия необходимо два шага. Сначала анализ, потом исправление. В этом видео покажу, как анализировать торговлю и дам критерий для исправления. Фиксируя результат каждой сделки, можем рассчитать накопленный итог, затем построить линию тренда по этим данным. Чем резче отклонение от линии тренда, тем вероятнее проблемы с риск-менеджментом. Представим результаты сделок графические. После этого подсчитаем результат средней положительной сделки и средней убыточной сделки. Если отношение прибыльной сделки больше убыточной, как минимум в два раза, хорошо. У нас больше трех с половиной. Очень хорошо. Если учитывать время совершения сделок, то в дальнейшем по итогам месяца можно оценить прибыльность каждого часа торговли. Это позволит выделить наиболее результативное время и сконцентрироваться только на нем. Если подсчитаете результат своих сделок и получите нечто подобное, выбрать эффективное время не выйдет. Так что все участки не очень. Что делать? Во-первых, вы явно переторговываете, значит нужно из всего времени выбрать 3-4 часа, когда сможете уделить трейдингу все силы и сосредоточиться на них. Во-вторых, такой график говорит о том, что ваша торговая стратегия не работает и нужно с ней что-то делать. Прямо сейчас посмотрим, что можно с этим сделать. Допустим, торговая стратегия предполагает 5 точек входа. Каждый паттерн описан словами и схемой. Открывая сделку, фиксируйте в журнале, какой паттерн использовали, а в конце месяца подводите итоги результативности каждой точки входа. Правильнее подсчитать не итоговую сумму, а разнести отдельно отрицательные и положительные результаты. Почему так, расскажу немного позже. Теперь сравним убытки и прибыль. Три варианта плюсовые, два в минусе. Из трех плюсовых точек входа одна в очень незначительном плюсе. Ее можно пока отложить и в следующем месяце не использовать. Таким образом, из трех вариантов оставим только два. Можем ли их как-то улучшить? Да, можем. Для этого используем разновидность многовариантного тестирования. Метод сплит-тестирования или еще его называют АБ-тестированием. Чтобы провести сплит-тестирование, нужно общий поток совершенных сделок разделить на две группы. Группа А с одним критерием и группа Б с другим критерием. Что это могут быть за критерии? Например, волатильность. Предположим, первый вариант отката формируется при высокой волатильности, а второй при низком. Смотрите, в этом примере есть проблема. Дело в том, что показатели зависимости от критериев меняются пропорционально. Для нас это плохо, так как в этом случае нельзя понять закономерность. Что делать, если получим подобный результат? Либо оставляем все как есть, либо думаем, какой новый критерий стоит использовать. Когда решите использовать новый критерий, опишите его и начните использовать в журнале сделок со следующего месяца. Второй вариант – входа меняется от критерия непропорционально. Вернее так, расходы меняются пропорционально, а дохода нет. Это уже можно использовать. Пусть критерием в нашем случае был тренд. Вариант А – сделку совершали по тренду, вариант Б – тренда не было. Таким образом, отказавшись от второго варианта, улучшили показатели отношения прибыли к риску и повысили прибыльность трейдинга. Для того, чтобы регулярно использовать этот прием, в журнале сделок необходимо учитывать разные сопутствующие сделки события. Для этого определите, какие события будете наблюдать. Продумайте, как сократить количество вариантов, затем назовите кратко, после чего выделите в журнале сделок под это отдельный столбец. Для примера, что это может быть? Допустим, следить будем за поведением индекса S&P 500. В таблице сделок заведем столбец S&P 500. Для оценки используем два критерия – рост или снижение. Если на момент сделки значение индекса выше открытия дня, дневная свечка зеленая, критерий будет рост. Если ниже, свечка красная, пишем снижение. Обратите внимание, таких столбцов с критериями можно сделать столько, сколько хотите. Ограничений здесь нет. Правда, увлекаться не нужно, больше двух-трех критериев использовать вряд ли стоит. Хотя здесь все зависит от настойчивости и желания погрузиться в оптимизацию. Если у вас есть идеи и критериев, напишите в комментариях к видео. Также приветствуются любые идеи по тому, как можно улучшить торговлю. Один из трейдеров написал мне, что вышел в плюс после того, как перестал торговать невыспавшимся. В его случае столбец был сон, а критерий меньше 6 часов и больше 6 часов. Есть такая история. Бедная семья праздновала свадьбу и попросила гостей принести вина. Каждый из гостей подумал, мою воду никто не заметит. В итоге все пили воду. В чем суть? Если каждый добавит идею, будем место, где можно будет разжиться чем-то полезным. Помимо улучшения непосредственно стратегии, можно отслеживать количество прибыльных и убыточных дней в месяце и строить график баланса депозита, добавляя линию тренда. Когда наблюдаете от месяца к месяцу динамику баланса и количество прибыльных дней, затем соотносите с изменениями в торговой стратегии, у вас практически не будет шанса не вывести свою торговлю в плюс. Этой работой занимаются на ежедневной основе все профессиональные трейдеры. Да, прибыльная торговля дается непросто. Придется примерить на себе халат ученого, но оно того стоит, потому что раз за разом, планомерно и последовательно вы отбрасываете пути, ведущие к убытку и выбираете правильное направление. Вот еще прием, который поможет прокачать вас как трейдера и повысить скиллы. Для его использования потребуется листок в клетку, можно и в электронном виде. Главное, чтобы было 100 клеток. Распечатали или начертили табличку, задали тему, например, исполнение торговой стратегии или, например, доволен сегодняшней торговлей или нет. После чего, если ответите «да», зачеркиваете клетку, «нет», пропускайте. После 100 дней таблица может выглядеть примерно так. Такая иллюстрация лучше всяких слов скажет, как обстоят дела с критерием, который вы хотите улучшить. Например, вы решили улучшить риск-менеджмент и тема таблицы «соблюдение правил риск-менеджмента». В этом случае количество ответов «нет» должно стремиться к нулю. Потому что трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Поэтому подходите к торговле ответственно, используйте стопы, соблюдайте правила риск-менеджмента неукоснительно каждый день. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, что делаете для улучшения своей торговли, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо и до новых встреч!